Итак, мы с вами проговорили о том, как советские адвокаты появились. 1922 год, но все-таки очень зыбко еще, очень зыбко, непонятно, что будет, как эта советская власть будет уживаться с адвокатурой, но все-таки пришли к 1939 году. Итак, называется так, положение об адвокатуре 1939 года. Положение об адвокатуре. Все, вот в этот момент уже окончательно сформировались, сформулировали, что такое советский адвокат. Это страшный человек. Я таких видел, пару. Итак, первый такой под вопрос, это организация. Как они были организованы? Организованы. Мы с вами проговорили на предыдущей лекции, как они были организованы. В принципе, перешло с положения еще 1922 года. Итак, иерархическая система. Да, еще раз, организация богатуре. Ну, входит в этот вопрос, так, так задуманно, скорее всего, упрощающие. Что там у нас внизу будет? Общее собрание. Два раза в год. Два раза в год они собирались. Я еще присутствовал не в 1939 году, но попозже я присутствовал на таких собраниях, общих собраниях. Очень интересно, в областном суде, я помню, это проходило, в здании областного суда. Вот они все адвокаты из Сталинградской области собирались из регионов. Сначала, конечно, в регионах ничего не было. По деревням, по районным центрам никаких адвокатов не было. Потом стали появляться. Когда они стали появляться, они все собирались вместе. Смотрите, три адвоката присяжных было. Как вы думаете, сколько было советских? Семь. Три. В два раза больше семь. Даже больше. Да нет, два на 5 где-то было. Триста адвокатов. Триста адвокатов, это семь. То есть, триста адвокатов, по сути, с того момента было. Где было, чуть позже. Итак, собрались, избирали президиум. Чем занимался президиум? Президиум принимал в адвокатов, в адвокаты и выгонял. То есть, он ведал вопросами приема и пошли в область. То есть, он был такой мощной, мощной, важной организацией в структуре российской, советской адвокатуры. И, на вершине, председатель. Мне страшно повезло. Мой учитель по адвокатуре был председателем именно, председателем городской области Шматов. Чистый адвокат, вы представляете, он начинал свою деятельность. Ну, тогда было такое обычае. Люди обычно, у них в трудовых книжках было две записи. Они в одно место поступали и на пенсии уходили из того же места. То есть, приемы и выходы. Сейчас люди 2-4 года и переходят. Они вот такой, он чистый адвокат. Начинал помощником адвоката, стажером, насколько это называется, еще в области, вел бесплатные дела. И потом он дошел по иерархии. Это очень редкость. Редкость. Обычно назначали сюда и прокурора, бывших или еще, а он чистый адвокат. Сейчас в Москву перееду. Мой ушел на пенсию, перешел в Москву. И потерялся следы. Очень качественный адвокат. Очень много интересного получил информации. И еще был один элемент, который не было в предыдущих. Это место непосредственной работы адвоката. Это ими управляло. А работали они в юридических консультациях. Юр-консультации. Юридическая консультация. Обычно это помещение, обычно при судах. Вот моя коллегия адвокатов центрального района была в областной суд. В областном суде нижний этаж. У нас было несколько помещений. Коллегия адвокатов, юридическая консультация центрального района города Волгограда. У нас был заведующий, значит, руководил заведующим. Если будете сдавать экзамен адвокатам, вот если скажете слово заведующий, они сразу поймут, что вы понимаете, о чем речь. Заведующий – это непосредственный начальник, условный начальник, адвокат, а не страшно. Но он ими руководил непосредственно заведующим. Заведующий юридической консультацией. Бог, то есть для адвокатов, ну как бы он, ну от него зависело, например, пойдут ли они в президиум, если на них напишут жалобу. И вообще напишут ли они их жалобу. Он вот руководил юридической консультацией. Следующее – поступление. Так можно было стать адвокатом. Ну, соответственно, так же, как и в присяжных, то, что должно быть, наличие и отсутствие. Напоминаю, что по 22-му году, в 22-му году вообще не было никаких цензоров. Там вообще иногда набирали, я работал с адвокатом, у которого образование было церковно-приходское. Представляете, 90-е годы, 97-е, 8-е, 9-е, 10-е годы, 2000-е годы. У него было церковно-приходское образование. Хороший подвок. Вот. Но здесь что-то у нас в этом положении, оба адвокатуре 39-го года появились требования. Первое требование такое – это высшее образование. наконец-то появились вузы тогда юридические образования. И стаж. Ну, тогда так было в самом начале. Если, например, у какого-нибудь прокурора не было образования юридического, такое было, его могли взять в адвокатуру, но у него должен был прокурорский стаж. Вот он приходил с прокурорским стражем, и закрывали глаза, что у него три класса церковно-приходской школы, и его принимали в благотуре. Там еще оставались то времена, как ни странно, оставались в лисяжные ваги. Писать себе, как вот Корежево, когда к ним приходили вот эти люди, которые не бе-не-ме, какой там греческий язык, какой там латинский язык, какие там нормы и права, они писать, писали плохо. Как-то пытались обрабатываться. Что не должно быть? Отсутствие. Отсутствие. Лишение избирательных прав. Ну тогда было наказание такое, лишение избирательных прав. То есть человека могли лишить такого. У нас сейчас есть такое право? Нет. Хорошо, я сейчас уточню вопрос. У нас в России есть сейчас такое? Может, вы имеете в виду там за границу? У нас сейчас есть такое наказание, как лишение избирательных прав. Вообще, когда в местах отбывания в колониях, например, решение не надо? Когда у нас в местах лишения свободы, они не имеют права голосовать. Напоминаю, что европейский суд обиженному праву. Европейский суд по праву человека сказал, что это нехорошо и неправильно, отменил это решение. А сейчас, вот буквально, вот мы сейчас здесь сидим, Азорькин сидит в Санкт-Петербурге. И они решают вопрос, что это решение европейского суда неприменимо в Российской Федерации. Почему? Потому что у нас очень страшные насильники и убийцы, им никак нельзя дать голосовать, а то они сразу проголосуют, я же не знаю, за кого. У нас, конечно, тоже есть сейчас решение избирательного права. Если вас осудят и меня, нам не дадут голосовать. Ну, это никому не будет, да? Может, не попадет еще. Следующее. Второе. Это судимые. А я, кто тебе против? Я говорю, что судимые, это самый хороший адвокат, он все знает, не поможет, если что, может помочь. Ну, вот решили, что судимые не могут быть. И обвиняемые. Вот три вот этих пункта. Обвиняемые, это тот, кто, вот сейчас, 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 а тогда шансов не было. Не, не как сейчас, конечно, там приговоров управлительных было больше, чем сейчас, но все-таки меньше, чем присягнули. Обвиняемые. Вот так могли стать адвокаты. Вроде бы. О, да что до сихового? Я думаю, ну, практически вам чуть-чуть осталось. Образование, стаж, тоже не проблема. Никто из вас избирательных прав не лишен. Никто не осужден еще? Пока нет. Никто не под обвинением, надеюсь, пока тоже. Все, вроде бы, пожалуйста, будь адвокатом. Хорошая профессия. Они, кстати, получали достаточно много. Мне рассказывали так, что адвокат получал как председатель областного суда. Без премии. А там еще, ну, без... Ну, очень солидно. Но там была одна закавыка. Нигде вы про это не прочтете, ни в каких учебниках по тому периоду, но была одна закавыка. Была такая штука. Вот это вот здесь, Менгинский устанавливал лимит. Вот 300 адвокатов на Болгоградскую область. Все. Вот хочешь быть 301-ым? Никак. Вот убей, чтобы умер кто-нибудь из адвокатов. На его место, если то юридическая консультация тебя примет. Тогда можно спать. На кого это похоже? На какую современную корпорацию? Нотариус. Да, вот у них тоже. Чтобы стать нотариусом, надо, чтобы умер нотариус. Надо молиться, чтобы нотариус умер. Он умер. Он говорит, а все, вот это я. До молился. Вот такая была система, их было ограниченное количество. Следующее, это исключения. Их выгоняли из адвокатуры, ну, это всегда было, и в присяжных поверенных, и в советское время это осталось. Как исключать? Ну, соответственно, за осуждение, если его осуждали. Если адвокат попадал под уголовную статью, а такое случалось, иногда адвокатов обвиняли в том, что они сильно хорошо защищали своих клиентов, своих доверителей, и осуждали их за это, такое было в истории адвокатуры, то они уже не могли, ну, если их там не настреливали, то они не могли бить адвоката. Следующее. Они совершали проступок. Проступок, там так, в положении. Проступок, порочащий советского адвоката. Проступок, порочащий советского адвоката. Я читал положение, ну, дела, когда лишали статуса, например, одно такое дело. Советский адвокат сделал своей сожительнице аборт гвоздем. Не очень ибачно. Это вот поступок, порочащий честь. Советского адвоката, что он не качественно. Третье. Нарушение правила распорядка. Нарушение правил распорядка. Правил распорядка. У юрисской консультации был четкий распорядок. Например, каждый день по графику они дежурили. Дежурили юрисской консультации, к ним приходил народ, они консультировали, и если, за консультацию брали деньги, если дело, мы видели, что можно взять дело, их нанимали, и они шли в процесс на следующий день. И вот это был жесткий, я тоже попал, вот под это я помню, что жесткий был график. Ты как на работу должен был прийти и отсидеть это время. Вот я помню, пришла к нам женщина, мы сидели с Димой Гуровым, будущая судья, тогда мы хотели быть адвокатами. Сидели, пришла женщина, ей сказала, знаете, у меня соседи очень громко включают музыку. Я сразу думал, какой вид диска сейчас все, продумал, он говорит, вот у меня, знаете, антенки есть, и когда эти антенки начинают вибрировать, вот из-за того, что у них этот звук, я понял, что мы попали. Ну, ничего, такая женщина поговорила, ушла, заплатила нам деньги, потом пришла, еще положила, говорит, вы уже отдали, я не помню, она приходила раз пять. Но нам повезло, потому что нам потом рассказали, опытные адвокаты, такие люди приходят, что лучше сам деньги отдашь, чем чтобы они не ушли. Вот так у них был распорядок, распорядок на работу. И последнее, в советской адвокатуре мы завершим совмещение, так называемое, совмещать работу адвокатов. Это отдельная профессия, выделили в отдельную профессию, бесправно, у них, действительно, у них ни социального обеспечения не было, ни поддержки социальной, но они, как бы, знаете, какие-то отморозки в советской системе, они никак не подходили под нее. И они ничем не могли заниматься, кроме адвокатской деятельности, сделали два исключения. Первое исключение, они могли занимать выборные должности, выборные, ну, например, депутатов тогда выбирали. Ну, формальная должность, но была. и они могли, вот, адвокат мог бы уйти. И второе. Преподавание и наука. Преподавание и наука. К сожалению, я завершаю советский период, ну, или, к счастью, ну, я, есть предположение, почему так происходит, есть такое понятие лакуны истории, лакуны истории Вансина. Идея такая, то, что было недавно, люди не помнят. Ну, у людей же есть такое свойство, память затухает. Вот вы, например, свое, свое детство помните уже не так четко. Это было очень давно, и затухает, и затухает. И то, что было недавно, мы не помним. А мы начинаем с понимания только то, что было уже мифологизировано, какие-то истории. Вот, например, советские адвокатуры, мы, и ученые, знаем меньше, чем о присяжных. На присяжных мы знаем больше, потому что тогда уже мифы, истории какие-то. А что было в советский период, вроде эмпирика есть, документы есть, но никто этим даже не интересуется. Советский, то есть, как пробел такой, большой пробел. Ну, идея такая, когда умрут последние представители этой адвокатуры, начнут ее изучать. Ну, пока они живут, я их сам видел, читал. А когда умрут, тогда уже. Все по поводу вопроса. У нас вопрос такой, становление статуса адвокатуры по советскому законодательству 1939 год и 1080 год. Пожалуйста, какие-то... у нас продолжаются. Что это происходит, все по поводу чтобы не было таким, что это происходит. Когда умрут, выяснили, выяснили, Продолжение следует...